да всем привет я art leads all studio и я буду рассказывать почему в процессе производства арта случаются какие-то загадочные тормоза возникающие из ниоткуда и дедлайны срываются удлиняются в общем происходит как это загадочная фигня хотя вроде бы все было нормально на самом деле о чем как бы лекция она и для кого она для людей которые не работают разово за какими небольшими заказами с художником что все вот то что еще буду рассказывать она проявляется ну скорее в каком-то длительном сотрудничестве с художниками чем дольше тем более как бы вот полный размер это все проявляется и чем больше у вас художников если эта команда то естественно это все вот увеличивается в геометрической прогрессии все типовые причины я разделила на три части это технические это проблема менеджмента и это проблемы в общем-то относящих к личной ответственности художника но в той его части где вы можете их пофиксить и увидеть иногда художник сам этого не замечает не знает не понимает не догадывается и далее по тексту собственно первое сугубо технические причины они самые первые потому что их во первых проще всего заметить а во вторых проще всего пофиксить с точки зрения менеджмента то есть как бы чем вас как человека который этим занимается первое это отсутствие четкого пайплайна очень часто у художников он отсутствует как таковой потому что они до этого рисовали у них все было ну как-то нормально вот что-то там происходило четкого таза у них не было рисовали не для себя или для друзей или камешки еще хотите они там рисовали вот и поэтому их не было просто они рисовали как рисуется и они рисовали не выходя из довольно узкой собственной зоны комфорта в которой они это делают вообще совершенно интуитивной пассивном навыке естественно им просто там не нужен потом они пришли работать им дали что-то выходящее из их зоны комфорта или что-то с довольно четкими какими-то требованиями по размеру по технике по стилистике неважно после чего у художника начинаются что он не может собственные сроки предсказывать и более то он и в принципе не может предсказывать потому что у него никакого четкого поэтапного этого нет чё делать выдавать его художнику вот если он сам его себе не придумал ну вам придется сделать это за него вот вот как то так да очень хорошо например дать этого если у вас художников больше одного и один из них более опытный чем другой вот вы ему дайте вот вот в стажеры пусть человек это фиксит как-то и помогает какими-то реальными кейсами уже собственные особенность они работают на одном и том же проекте естественно у того кто работает на нем дольше и он опытнее они уже какие-то сформировались принципе то есть решается довольно просто и в процессе у художник если есть на это время у него самого они все равно пайплайн эти отрастут потому что им придется делать типовые задачи по одному и тому же проекту второй пункт это техническая неподкованность это тоже часто всплывает это что это значит тут человек в ход открывает фотошоп и такой вот это все вот то есть как бы банальное неумение пользоваться хаткеями незнание этих отки и фотошопе удлиняет работу над картинкой ну на порядок если человек не умеет еще пользоваться не знаю цветокоррекцией он неправильно именует файл и умеет делать структуру в слоях у это все это вообще от израиль просто кошмар короче все плохо вот то же самое сами это тупо от неопытности люди когда долго работают именно работают рисуют у них это отрастает тупо потому что они собственные файлы потому как отрывает они тоже ничего сделать с ними не могут такие вот то же самое в решении вопрос то же самое как в предыдущем пункте вот вы даете кого-нибудь опытного опытному художнику он чек и пусть он к нему подходит такой а вот это может сделать проще а вот ты сюда вот нажми смотри как быстро ну и так далее через какое-то время чеку запоминает последний это на самом деле вообще к художникам конкретно карту не относится слабый комп но удлиняет работу надо ртом он бешено просто количество раз на самом деле и вот когда ты сидишь нажал как бы отзеркалить хост и такой вот вот это ужасно на самом деле это очень бесит и и кроме то это реально очень долго ну решается наличием нормального компа у художника как бы все вот следующее это про менеджмент про проблем людей которые эти художниками управляют вот про нас короче вот ну или про вас как бы если вы делаете значит самое первое это вот самое первое по распространенности просто плохое т.з. это классика из классика то вот норисуйте мне пожалуйста и дальше там может быть все что угодно вот это может быть пространный литературный текст такой вот отвлеченный философский очень это могут быть самые разнообразные очень странные рефери очень странные референсы вот картиночка вот вот такая вот вот так усенькая просто вот отскели на его так вот такой ну вот примерно как-то как здесь и такой ну ладно вот то есть плохой ты за про него написаны шутки и вот как сказать как не надо делать вот есть хорошее видео от они ветровой как больше вот как не надо делать тазы как по возможности стоит то есть тут как бы не делайте так пожалуй старайтесь по возможности этого избегать вот второй пункт это фидбэк от всех подряд это я у я очень люблю это прекрасно да это когда значит вот вы эту картинку кому-то вы ее нарисовали как художник или ваш художник нарисовал но не останавливается на стадии не знаю например от лида или арт-директора а он идет народ туда да то есть толпу вот это может быть обязательно гейм-дизайнеры вот это не надо показывать пожалуйста арт вот на до того как его одобрил арт-директор ли арт-лид не надо вот сценаристы программисты продюсеры не знаю баб клава уборщица можно спросить людей вконтакте вот можно много чего но делать этого конечно не нужно на самом деле во первых очень путайте художника вот если художник особенно начинающий его это на самом деле просто вымораживает и уносит куда-то в район марса не надо так пожалейте они нервные люди у них тонкая душевная организация вот если это в лучшем случае это будет просто бесполезно в худшем случае это удлинит вам сроки очень сильно уж на переделки и просто на попытке понять чуть вас хотят а нет на самом ли раньше было лучше вот не надо так тоже вот фидбэк не вовремя это уже на самом деле карт лидом гард-директором эта проблема когда художник присылает не за арт на опров да да вот а человек который нужно запомнить он где-то ну то есть не заменит интернет его переехал камаз у него важные дела он забыл прийти в офис ну не знаю все что угодно да потому что он занят в общем да и когда художник у него нет других задач которые может делать параллельно возможности на тот же проект до него не выпадая из этого потока допустим стилистического которому работает это же проблему сетку так и тупит ну то есть как бы ему грустно это все очень тормозит запросам приходит человек выдает ему какой-то фидбэк он такой начинает это делать потому как там есть вот вот люди из предыдущего пункта которым тоже это показали тоже с опозданием они начинают переделывать обратно и в общем вот это вот вот как это решается пожалуйста выдайте опробу вот как бы сказать обязанности опробить это людям которые в офисе все-таки бывают ну чай чаще чем раз в неделю и чтобы можно было до них добраться через skype например ну в общем как-нибудь вот самое последнее на самом деле она не очень сильно удлиняет процесс например так как плохой это задат но это как бы фоновая так пассивно немножко влияет на процесс производства арта у художника отсутствие ментора то есть отсутствие человека который может пойти и спросить не только да или нет а если что не так то что и как это исправить чтобы мы взяли и показали это очень важно на самом деле потому что изобретать велосипед весело и классно но на самом деле какое время ты начинаешь чувствуешь что бьешься головой в стену и если делать это долго то у человека просто мотивация еще падает даже он чувствует что он изобретает завязать велосипед все пучит как хрень грустно в общем нет но это такое это это по сравнению со всеми остальными тремя пунктами за такой ну хотелось бы ну приятный бонус в общем вот и последнее это область личной ответственности художника почему он тут вообще есть потому что игру художники они люди с тонкой душевной организации надо не не знаешь у них есть проблемы они сами определить это не могут и и вообще не знаю что это проблема или не знают и не хотят или хотят мы не знать как ее решить и так далее поэтому он будет сделать это за них вот первое это прокрастинация нет ни смысле что он youtube смотрят или там в контакте переписывается с мамой я не знаю нет не в этом смысле но она может выглядеть как пять часов проведенной на пинтересте в поисках рефов вроде бы человек занимается полезным делом он ищет референции но пять часов и картинка там на самом деле вот там вот иконочка вот 50 на 50 вот и вот он реф и 5 часов искал этот вид прокрастинации чаще всего она происходит просто того что художник боится начать у него по есть в каком смысле белого листа как бы или он не знаю или он быть видюшки смотреть как это правильно делать или вот он и вот прокрастинация когда человек занимается как бы полезным делом но потому что он боится иногда он сам этого не замечает как с этим бороться берете и не знаю ну кроме то что следить за ним и сидеть у ним над плечом как бы вот ставить ему штуку которая трекает время которое он проводит в разных программах вот даже не проверяю сама прошу на сам это увидел когда он видит что у него из 8 часов рабочего дня где то три проведены фотошопе и все остальное вы не знаю в хроме например ну как то сразу слегка неловко самому художнику надо не может это правда не замечать не перенос навыка это довольно интересная штука которая я лично столкнулась когда преподавателем работала у детей у них она проявляется гораздо ярче чем у взрослых естественно но тем не менее взрослых она мешает ровно также как и детям это такая забавная штука то есть вот человек допустим умеет делать хорошо что-то рисовать реалистическом стиле у него прям там вот как уволит же вот это все короче весь он такой ведь реалистичный а потом дают казуальную графику и она проще объективно если он умеет светотень в реалистичной графики но ну по идее может не суметь и в казуальный но у него вот при непереносе навыка у него вот этот пассивный навык который отработался у него за годы рисования в каком-то вот собственном стиле любом неважно а он не переносится автоматически ему нужно отдельно отработать себе вот тот самый пайплайн из первой части чтобы это происходило и у человека случается паника пошел не понимает почему он делает вроде все как всегда и что там рисует а у него получается какой трэш и на самом деле он этого игры но он может не замечать то же самое на прорисование из головы и рисование не знаю с референсов сантуры прямо конкретно то же самое вот у меня на самом деле та же самая фигня я с ней столкнулась и выяснила это у себя еще где-то в институте то есть если я буду учиться рисовать фотографии мне вообще никак это не поможет научиться рисовать что-то это же самое из головы вообще никак брать близко ничего не будет почему потому что то есть это как бы слабое когнитивное искажение как бы есть такая штука с этим люди живут все нормально как бы не мешает работе но об этом надо знать и как бы строить свою работу исходя из этого тоже грел люди могут об этом не догадываться что с этим делать на самом деле то есть если уже художника ваш художник рисует вот вот реально в одном каком-то конкретном стиле на одном проекте а потом уберете вы даете ему задание сильно отличающийся от того что он делал нарисовал людей в его хобы локацию дали и так далее вы рассчитываете что он будет делать ее дольше сильно раза в два чем стандартное время задачи время на эту задачу если есть возможность ему вот воткнуть как бы вот в этот процесс вот в этот стиль там не знаю все что угодно что что у него нового будет в этой задачи он дайте ему это время он повтыкает он сообразит как это делать войдет вот в этот свой поток пассивный и принципе дальше продолжит на нормальной скорости может быть даже быстрее если время на это есть хорошо как бы дайте если его нету то по возможности ему надо выдавать как бы конкретный как это сделать он сам не поймет у него не перенесется этот навык вот то есть ему надо будет помочь если есть опять же больше одного художника 2 художник может в этом помочь тут лучше да вот и третье это очень забавная фигня нежелание 4 художники они все снова бы страшные и вот у них вот этих вот странных загонов на тему ой фу вообще так вот мне так стыдно я вам с вами вот потом рядом на одном поле вот это самое не сяду как так можно это вообще вот например нежелание 4 то есть как это выглядит использует 3d болванки под не знаю environment искать локации почему фу настоящие мужики рисуют перспективу от сами вот не круто вот не знаю нежелание использовать текстурные кисти нежелание использовать там ничего угодно короче вообще в общем все что даровал нам господь и прогресс короче вот они же не хотят вот ручками это круто тот старые мастера они вот это самое я вот чё как бы тварь дрожащая нет я и так не хочу очень часто бывает у тех кто рисовал давно в традиции еще и желательно учился в институте вот так вот в полный рост потому что преподаватель говорит если у тебя штриховка неправильная ну ты вообще просто ты чё тут делаешь ты художник или кто ты вот вот и вот у них это после пяти лет обучения она у них голове сидит очень очень плотно потом они приходят видят сиджи они говорят смотри кнопку нажал смотри цвет можно подкорректировать он такой режим наложения это не для мужиков вот и естественно это страшно тормозит работу то что то что можно сделать за пять часов он будет делать 20 он делать будет это вручную он будет перерисовывать хорошо если на одном слое все нарисует уже хорошо да то есть хорошо если он поймет что можно больше делать листик его приближать там при но это конечно терминальная стадия уже ну то есть понятно как с этим бороться проводить воспитательные беседы вот вы берете художник сажать его при своей горите вот ну ты конечно молодец и все у тебя конечно прекрасно очень круто вообще все но мы тут вообще работаем и ты как бы зарплату получаешь чтобы делать какие-то разумные сроки ты там делать что хочешь ну вот здесь придется и аккуратно ему вот так вот вот типа вот это может чуть быстрее ну по чуть-чуть ему так что он привыкал гомеопатическими дозами читерства ему тут в организм вводить и он потом привыкнет станет пользоваться вот нет не нормально они потом привыкнут и как это даже с вами был вспоминать неловко будет то есть только не надо вызывать по чуть-чуть да 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 вот в принципе я сказала в общем очень как бы вот кратко но в общем то все какой из этого вывод простой ну кроме того что построить возможность всего этого избегать вот на самом деле роль как бы менеджер особенно который с художником этот контактирует затем больше всего похоже я когда преподавала четыре года преподавала детям у за студии от семи до восемнадцати лет больше все похоже именно это если вы думаете что то что детям детям которым вот вот вас на работе вот им больше 18 что-то нет они они только будут с вами больше спорить больше упорствовать и у них вот все вот эти вот странные загоны которые есть у каждого человека у художников вообще много вот они у них будут как бы глубже прорастать в их мозг потому что им лет больше вот и это то же самое это индивидуальный подход каждому художнику вот вот попытка выяснить что у него не так потому что он вам чаще еще не скажет вам за этим придется слить самим вот но как бы несмотря на то что это тяжелый неблагодарный труд который конечно нужно положить себя на этот алтарь как бы и вот это все вот но какую и у любого педагога у каждого от менеджера который вот художник конце можно будет вот если вы все хорошо наладили вот у него сами все работают вот все вот это пофиксили можем там сесть будет и попить чайку все большое спасибо я узнала несколько новых проблем нашей команды поговорим после доклада какие-нибудь вопросы есть в аудитории давайте поближе сначала про не перенос навыка очень заинтересовало сказали что трудно было что если рисуешь фотографии это никак не помогает рисованию потом как это порой как тогда учиться учиться каждому конкретно то есть если надо научиться рисовать лица из головы мы берем и рисуем лица из главы сна на фотографии берем с фотографии то есть навык не переносит то есть каждая приходится делать заново да это долго это стадики это часы это лишнее время который людей которые такой проблемы нет отсутствует ну вот сорян то есть если нужно научиться рисовать из головы берем рисуем с головы нужную вещь смотрим конечно рифы то есть если не наберем угодно там если как конструкцию изучаем все остальное но если нужно из головы вот из головы рисуем пропускаем тот этап который говорят но вы порисуйте с фотографий вот с людей живых порисуйте короче нормально быть не будет спасибо большое спасибо большое за доклад пожалуйста поводу читерства хочу спросить вот есть много курсов интенсивов там и у ивана смирнова есть курс по поводу а использование заброша и мая для создания иллюстрации что вы по этому поводу думаете не сделает ли это хуже начинающему художнику и вот что вы думаете еще по поводу того как традиционные художники к этому относятся в общем они не очень уважительно к этому относятся можно пару вопроса сначала поводу начинающих но это своей какой начинающий часов начинающие работать с game деви это одно начинающий рисовать это другое то есть я говорил по начинающую в первую очередь работать у них просто навыков нет именно связанных с организация рабочего процесса они рисуют это могут очень хорошо если это начинающие работать ему только надо очень надо вообще прям прим пипец надо Вот, а если это начинающий вообще, тут вопрос, насколько он начинающий, то есть там надо, на самом деле, по уровню смотреть, если у него базы никакой нет, то у него не поможет, потому что он все запутается, банально. То есть тут как бы уже зависит от художника, это смотреть надо по конкретному каждому случаю. А по поводу традиционных художников, ну, они, конечно, как-то к этому относят, безусловно, а какая разница? Вот хороший вопрос такой, ну, и че? Ничего, вот, ну, бывает, ну, конечно, да, наверное. Не позовут в галерею Прада нас выставляться. Ну, кто-то хочет? Нет? Ну, вот, ответ. Спасибо. Пожалуйста. Там еще вон люди, до которых я все равно не докину. Хорошо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вот такой вопрос, кто будет лучшим менеджером для художника? Непосредственно хороший менеджер или бывший хороший художник? Хороший художник, который еще и хороший менеджер. Вот так, да? Да. Вот по поводу менторства я говорила на самом деле. Игрохудожники – снобы. Это важно. Они не любят, когда над ними менеджеры, человек, который, собственно, их начальник, не умеет рисовать. Или еще умеет, но плохо, хуже них. И то есть он им говорит, вот это переделы, они такие, ну, арт-директор, серьезно. Они могут не говорить вам это в лицо, скорее всего, не скажут. Но через губы смотреть будут всегда. Поэтому, да, он нужен рисовать хотя бы не хуже остальных. И менеджером тоже должен быть хорошим, потому что, иначе, что он там делает вообще? Если хуже рисует? Вообще? Вопрос, я говорю, того, на самом деле, вот как художники вот это вот видят. То есть нет, есть исключения, потрясающие из правил, когда люди, вот они рисуют, вот вообще там не знаю как, но вот они, не знаю, их команда любит, боготворит каждое слово. Бывают исключения из правил, безусловно, как всегда, в общем-то. Но в целом они будут так сначала… А ты что, арт-директор? Ну, это сложный вопрос. Ну, если их всего там двое, и один из них рисует хуже другого, но лучший менеджер, нет, это не работает. Я имею в виду, когда их несколько художников, но у них есть вот начальство, которое рисует хуже них. И это проблема менторства. То есть им они не могут подойти к этому человеку и спросить не только, что не так, но и как это исправить, чтобы он с руки вот это показал. Это очень важно, на самом деле. И эта проблема же не только, что они смотреть на него будут, ну, как бы смотреть, вот. Да, а и то, что это просто… Говорю, им придется изобретать велосипед самим. Вместо того, чтобы как бы им помог человек, который вообще-то это в рабочие обязанности входит. Ничего так, да? Вот. Кто-то еще там, кажется, что-то хотел спросить. А вот можно вот им вот это все, потому что я не буду кидаться, не стану. На выбор. Скорее всего, попаду в кого-нибудь не того. Меткость у меня не самая сильная сторона. Здрасте. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вот касаемо программ, которые устанавливают для отслеживания активности художников. На вашей практике какая реакция может быть у художников? Скорее всего, негативная? Если вы приходите к нему в директивном порядке, говорите, «Вася, с завтрашнего дня мы будем трекать все, что ты делаешь, и видеть все, что ты смотришь в ВКонтакте», ну, наверное, не очень хорошее. Это не в смысле, что прийти, поставить это коварно, так вот, тайно, вот, а потом следить за ним. Нет. Вы ему просто скажите, что вот, возможно, дело в этом. Ты не хочешь сам узнать это? Чаще всего люди соглашаются просто из любопытства банального. Ему могло это в голову не приходить, он может не знать, что такое бы есть. Вот из опыта буквально последней недели, да, мне стало интересно, сколько я сама на это время не трачу. Я ее себе поставила. С интересом сообщала сидящим со мной в одном офисе художником. Так они тоже поставили, им интересно стало. Но получается не в директивном контексте? Ну, ни в коем случае не в директивном. Если они вас не очень сильно расстроили, и вы не хотите их так же, бежалостно наказывать, не в директивном. А зачем? Я вот поэтому и спрашиваю. Не, не, ни в коем случае. Спасибо. О, их очень много на самом деле. Какое у меня, я не помню. У меня просто, понимаете, в чатике художников, в одном из которых состою, сказали, смотрите, клевая программа. Я такая, ой, да, и правда, давайте поставлю. А что там было, я уже не помню. А давайте решишь. А кто там еще хотел? Ну, вот давайте с этой стороны. Здрасте. У меня странный вопрос, но возможно вы с этим сталкивались и есть у вас ответ. Бывает день, когда ты приходишь на работу и дичайше фигачишь, у тебя все получается прет, а на следующий день ты просто приходишь, втыкаешь планшет в комп и понимаешь, что ну вот все, вот ты ничего не можешь, у тебя в голове абсолютно пусто. Как бороться с такими днями? На самом деле, во-первых, таких дней, как вот первый, не может быть все. Это невозможно. У человека есть какой-то предел его ресурсности. Ну, то есть как бы это очень изматывающе. То, что вы в поток попали и вот так работать, очень круто. Если таких дней в неделю было два, это охрененная неделя. Просто. Но как исправляться с тем, что когда ты приходишь, а у тебя хочется только лечь, умереть и по возможности больше ничего. Вот четкий пайплайн. То есть когда эта работа состоит с конкретных каких-то пунктов, которые можно выполнять, не очень сильно вовлекаясь туда головой. То есть вот начал делать, то есть понятно уже что, и минимизировать, как сказать, степень импровизации в этом процессе. Тогда, конечно, очень продуктивно не будет, но ниже определенной планки она не упадет. Но это вопрос конкретных пайплайнов в работе. Это очень важно. Они не только упрощают жизнь, они еще вот в таких моментах помогают. То есть на творчество и попытки создать какие-то концепты, что-то визуализировать, проще забить в такие дни и заниматься вот просто. Да. Если есть возможность их подвинуть еще на день, лучше двигать. Спасибо. У нас же еще есть время. Там вот кто-то еще вопрос хотел. Привет, спасибо за лекцию. Очень было все интересно. Касательно программы, которую вы все ищете, это, наверное, MoniqueTime. Она, правда, платная, но есть решение. У нее есть, по-моему, бесплатная какая-то… Бесплатная? Да. Все верно. Это, наверное, лучшее отображение. Ваши занятости. Да, да, да. Я, честно, не знаю, что там в платной версии. Там, по-моему, какой-то расширенный функционал, но я его не видела. Ну, там бэкапы всякие, неважно, я думаю, для того, чтобы… Да, а бесплатная версия, она, в принципе, смотрит вам по всем программам, потом расписывает и процентно, и количественно. Очень удобно. Все верно. Собственно, вопрос. Было упомянуто про pipeline и про подходы к… Вернее, о художниках, которые могут исполнять какую-то конкретную… Понятно. Какую-то конкретную работу. То есть он рисует характер, его перекидывают на environment. Мне хотелось узнать, насколько может быть разным pipeline при таких разных задачах. Зависит, во-первых, от того, если это один и тот же проект, он может, в принципе, быть, ну, насколько-то похож. Почему? Ну, стилистика одна. То есть там финализация будет одна и та же, да, степень проработки одна и та же, нужная гамма. То есть это снимает с художника массу вопросов. То есть вот он нарисовал, да, что-то, он уже знает гамму проекта. Ему и нужно его пальцем в небо. То есть с нуля не надо ничего делать. Тогда pipeline будет, в принципе, схожи. Ну, там, как бы, вот разница будет именно в тех местах, как бы, где это технически обусловлено. Ну, допустим, если у нас есть персонажи, есть локации. Да, допустим, локация у нас просто локация, а персонажи у нас, допустим, частями анимированные. Вот, тогда, да, в pipeline к персонажу добавляется тот пункт, который отвечает за нарезку для анимации, например. И, в принципе, это… Если у нас, например, в локации при этом персонажи просто, а локация у нас есть параллакс, то у нас добавляется пункт про… Помнить про параллакс и лишние куски там дорисовывать. Вот, технически будут отличаться. Остальное останется плюс-минус таким же. Ну, то есть там… Потому что стилистика, я говорю, и финализация, и там, допустим, и цветовая гамма – то же самое. Если проекты еще и разные, и еще при этом это тоже, это локация здесь, а в другом проекте, от персонажей, ну, это вообще… Ну, то есть это очень тяжело сходу. Ну, то есть проще будет нанять второго художника, например. Или дать первому время на адаптацию. То есть если у вас есть это время, если вы знаете, что он вот сходу вот в это не сможет, ну, как бы тогда пусть адаптируется. Есть люди, которые вот они, собственно, им это дают, они такие, а, ну, отлично, и давай там, собственно, это… То есть есть такие уникумы, даже не очень уникумы, их довольно много, тогда отлично, прекрасно вам повезло, но эта проблема у вас не существует. И еще один вопрос касательно художников, которые боятся использовать возможности фотошопа. Я посмотрел довольно большое количество спидпейнтов, например, на ютубе, это, наверное, сейчас оптимальный способ что-то изучать. И должен признаться, что очень много крутых артистов они тупо рисуют на двух слоях, в лучшем случае. Да. А есть совсем маньяки типа Ли Эвана, на которые, ну, там уже трехзначная цифра начинает идти. То есть каждый мазок у него на отдельном слое. Во-первых, тут надо… Какую сторону ориентируется? Очень хорошо помнить, что большинство крутых художников на данный момент, это люди, которые… Чье обучение и, в принципе, начало какого-то творческого пути происходило в те времена, когда CG не было. Вы про это-то помните? Если им лет сорок, так это у них фотошоп. Фотошоп в прошлом году исполнился 25 лет позапрошлым. 25 лет. Это, в принципе, от начала программы. Когда он начал использоваться, это еще минимум 5 лет накидываете. В индустрии 10. То есть эти люди, они очень долго рисовали, получали, собственно, деньги за свою работу, когда этого всего не было. Но у них тупо привычка многолетняя. И они крутаны-то не только потому, что они могут в, не знаю, слои режимы наложения в фотошопе, а просто потому, что у них опыт гигантский, например, это во-первых. Во-первых, нужно понимать, что ориентироваться на человек, это, конечно, стоит. Но если мы вспоминаем, что ему хорошо так за 40, и вот он давно этим занимается, возможно, ему просто так удобнее. Это раз. Во-вторых, если у него это на скорость работы не влияет, прекрасно, замечательно просто. Но, скорее всего, у художника, который не такой прекрасный крутант где-то в заоблачных высях, он уже вознесся туда, а вот мы вот сидим здесь и рисуем казуалочки, ну, давайте мы будем честны, скорее всего, у него на скорость работы влиять это будет. А с чего мы делаем вывод? Давайте мы будем делать так же, как они будешь, когда на скорость работы не будут влиять такие вещи. Все. А вот там вот еще один желающий. Давайте последний вопрос, наверное, и пойдемте обедать. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Я хотел вот такой немножко практический вопрос, продолжая, значит, тему. Вот сидит себе художник, делает он левел, прет его, хорошо ему, а тут срочно нужно переключиться. Вот такой свитчинг, причем достаточно плотный, вот программерам нужна модель какая-то. Срочно. Вот срочно. Завтра, сегодня, вчера вообще лучше. Вот прям сейчас. Вопрос в чем, собственно, как практическая сторона вопроса интересует? Как это правильнее сделать, как в нем в первую очередь музу не убить? То есть у нас ситуация, в которой это никто другой сделать, конечно, не может. Ну, грубо говоря, совершенно. Да, понятно. Нет, ну то есть если это очень-очень срочно, то, конечно, ну, придется. Как это сделать? Выдать художнику максимально четкие указания без вот расплывчатых этих, четко, конкретно, причем со сроками. То есть снять с него хотя бы ту часть, которая отвечает за вопросы вот этим программирам, когда нам срочно нужна моделька. Пусть уж они хотя бы нормально ТЗ составят. Что им надо-то? Что вот не было там вот это вот расплывчатое, ну вот мы что-то нам надо, но мы вообще сами еще не очень поняли. То есть вот пусть они сначала поймут, а потом уже вот за моделькой приходят. Вот, то есть и то же самое, то есть чем срочнее задача, тем четче должны быть указания на нее. Ну иначе, извините, иначе вы переделывать ее будете дольше. Только так. А лучше так вообще не делать. Это понятно. По рукам, вот по рукам им прямо. Спасибо, очень интересный взгляд художника посмотреть на эту модель был. Спасибо большое. Пожалуйста. Всем большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...